Добрый день! Сегодня мы с вами погуляем по Музею изобразительных искусств, который находится в Архангельске. Музей был основан еще в прошлом веке, в 1960 году. Большую часть экспозиции, конечно же, занимают иконы, но есть и такие интересные экспонаты. Это, например, фигурка Николая Можайского. А это царские врата. Посмотрите, все сделано из дерева, какие красивые ажурные украшения. Мне просто восторг. Поснимала сразу и фигуры, и таблички с описания. Можно ставить на паузу и прочитать название, потом уже найти для себя о какой-то фигуре, о каком-то экспонате информацию, если вас заинтересовало. А это резные деревянные иконы. Вы вот видели сзади, какая она из дерева, и вот как она вырезана. А эта икона, она привела меня просто в какой-то восторг. Надеюсь, что и вам она также понравится. Я впервые видела такие вот резные иконы. Это просто что-то невероятно. Их раньше сравнивали с идолами. Дальше мы переместились в зал с костерезными экспонатами. Это все экспонаты, они сделаны из кости. Посмотрите, какие украшения для женщин. Это шахматы, шашки. Если вы уже смотрите не первое мое видео, то, наверное, помните, что такие же экспонаты, ну, вернее, похожие из костей, мы видели в музее Ломоносова. Здесь экспозиция более обширная, так как музей, конечно же, больше, чем небольшой музей Михаила Васильевича. Вот такие вот чудесно-удивительные фигуры, шкатулки. По-моему, чудесно. В некоторых местах видео я просто молчу, потому что, ну, собственно, да, что рассказывать. Постаралась поснимать как можно больше. Ну, такой вот зал с фигурами, с экспонатами из кости. Это еще немножко икон. Зал с иконами. Опять же, информация. Можно нажать на стоп и прочитать. То есть это видео, это скорее визуальный ряд, чем какой-то информативный. Также поснимала книги. Очень интересные. Я такие раньше, кстати, и не встречала. Такие картинки. Опять же, все экспонаты сняла с этикетажем, чтобы вам было понятно и можно было найти для себя в дополнительных источниках и уже почитать подробную информацию. Это видео, оно несет, скорее, такой формат прогулочный, нежели слишком информативный. То есть какой-то здесь прям полезной информации для себя вы не найдете. Но зато можете сделать для себя какие-то заметки, что хочется посетить, что хочется посмотреть, о чем почитать. Вот такая вот интересная книга. Еще одна книга есть XVIII века. А это изразцы, печные изразцы XVIII века, если мне не изменяет память. Сейчас табличку покажу. Да, XVIII. Больше таких изразцов можно встретить в Петропавловской крепости. Там есть прям большой такой музей отдельный. И еще можно посмотреть в музее в Эрмитаже в Меншиковском дворце. Это мы уже перешли в другую часть экспозиции. И можем здесь увидеть посуду. И также наряды самотканные. Вот пояса очень красивые. А здесь кокошник для девушки. Очень интересные узоры на носках. Вот посмотрите. Вот и подошел к концу мой видеообзор музея. А картинку я оставила, чтобы сказать вам всем большое спасибо за просмотр. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok